она в коробке какой-то она в коробке находится ощущение что она распятая там внутри за руки подвешены вот как хорошо она мается там а еще что-то вышло из биоробота нет вот эта коробка да длинная она там руки вверх голова вниз опущена и вот она и туда-сюда эту голову перекладывает маят сойдет слово понятно защищаемый физический биоробот защитным потоком и чистых энергии абсолютно берем маю защитный скафандр на время работы с тонкими телами это коробка в ее биополе берем александру защитный скафандр на время работы с тонкими телами я хотел спросить эта коробка находится в ее биополе или она отдельно стоит ее биополе хорошо и понимаем тонкую копию александры в комнату диагностики на счет 3 1 2 3 пошел подъем играет с нами утяжеляет и еду команду на счет 3 сделаем квантовый спрыжок 1 2 3 мы в комнате диагностики да мы здесь отправляя снимаю отключая эту коробку из ее биополе на счет 3 1 2 3 отправляю в клетку тюрьму она выходит вот сейчас она как с карлупа с двух сторон раскрылась и ушла в клетку но александра она как привязаны руки у нее к чему-то как распятая хорошо так ты видишь что у нее там с руками к чему она привязана да это веревки или так канат или что это такое она привязана канатом как какой-то такой рогатине деревянной хорошо и это рогатина и эти канаты на счет 3 выходят из ее биополя дабы и так атаки есть идут в клетку тюрьму готова так рогатина канаты она слабая очень она плачет хорошо она сейчас чистая но я не вижу больше вокруг нее визуально визуально пока хорошо мы приветствуем александра александра плакать не надо уже все закончилось сейчас начнется сейчас будем разбираться кто там на ноги у нее еще она показывает а что там на ногах сетка и сетку с ног снимаем 1 2 3 она отправляется в клетку тюрьму хорошо так я даю команду на счет риска начинает сканировать пространство над головой александре под ногами 1 2 3 сканер сканирует систем тонких тел александры находит все выстраиваю канал и от коробки от рогатины от канатов и от сетки 1 2 3 и притягиваю ответственные за эти артефакты 1 2 3 да будет так атаки стоит в клетке мой заложник это ящер коричневым цветом он кричит и влад дай просканировать защиту сожги ее и дай ему мощнейший удар лазером чтобы он это прочувствовал никто не имеет права нам мешает работать но он пытается выставлять защиты они такими чешуйками закрываются быстро быстро сверху вниз ты их убираешь а потом у него появляется это на голове то что убираешь в общем-то ему слабое место у него шея шея да давай сделаем так я хочу все таки моих руках появляется шар аргу энергия аргу 1 2 3 и я кидаю в него этот шар да будет так атаки задыхаться начинает это первое и последнее предупреждение ящер следующий шаг будет галактическое ядро тебя понятно еще одна малейшая агрессия мы комнате диагноз ему противно а хочет ищет поток от абсолюта любви открою в твоей клетке сущность ты будешь мне мешать работать подниматься я тебе сегодня энергии а решу убираю назад свои энергии аргу мы здесь ни с кем играться не собираемся тем более с такими паразитами нет он картинки показывает что раньше такого не было кого интересует раньше мы сегодня живем 5 324 5 324 отлично хорошо хорошая добыча как долго ты находишься в ее биополе ящер последние три года он ее вот так мучает вообще 5 как сказать поймал два месяца назад ее кто-то там какой-то центр какого-то гипноза чистил как это они тебя не нашли объясними нарисовал голограммы понятно хорошо вера сколько у нас каналов все понятно сколько у нас каналов чистили голограмму и так сколько у нас цивилизации будет цивилизации сколько у нас каналов цивилизации посмотри пожалуйста я очень удивляет твой уровень такой высокий что здесь находится мы встречали ящеров которые пирамидами управляют с такими уровнями одно другому не мешает ну хорошо инкуб хорошо инсектоид инсектоид значит у нас получается всего три интерферента другие бы туда и не влезли ящер инкуб инсектоид и плюс коробка рогатина канаты сетка и так далее да хорошо инкуб как долго ты находился в этом биополе 5 и ящер пять лет находился объясними как это совпадение кто кого привел инсектоид пришел сперва инсектоид как долго ты находился в этом биополе 5 тоже пять лет слаженная веселая команда 5-5 я даю команду тонкой копии александры спроецировать все энергетические сферические каналы ко всем ответственным подселенцам ответственны за чужеродные негативные патогены низкой вибрационной энергии в ее биополе 1 2 3 каналы выстраиваются сущности каждый подходит к своему каналу дополнительно выстраивая каналы от александры к коробке рогатиной канатом и сетке я даю команду тонкой копии произвести по этим каналам отчуждение всей чужеродной патогены низкой вибрационной энергии откат всех негативных программ негативных мыслеформ пошла энергия по каналам чужеродное по отношению к александре энергии страха энергии неуверенности энергии всех болезней все что она могла получить от них возвращается к ним и насчет 3 выставляя каналы картефактом 1 2 3 коробки рогатине канатом и сетки выставляется каналы и реверсом отдаем им всю темную негативную энергию которую она получила по этим каналам пошла энергия на картефактом идет коричневая энергия ящер тоже коричневый она на как с попрыжки знаем эту энергию я сейчас скажите действительно думаю что мы являемся вашими рабами у тебя тоже такое мнение и вам дозволено все нет никто не говорит про рабов мы встречали ящеры которые пытались такое говорить куманоиды такое говорят ящеры такое говорят с какой ты цивилизации откуда ты пришел послабее нас но мы не считаем вас рабами хорошо с какой-то безвольный у вас есть воля это верно с какой-то цивилизации пришел где находится твоя цивилизация какое созвездие а ну как а ну а ну реверс закончился хорошо устанавливается фильтр золотого сеточки на все каналы и в порядке реверса александра забирает всю чистую светлую божественную энергию обратно пошла энергия божественная чистая один два три все что не похитили все что не изъяли до последней капли возвращает александра себе обратно на хозяйка своих энергий возвращает всю свою себе обратно и по этим каналам к коробке рогадин и канатом да будет так атаки есть пошли энергии по каналам назад возвращается по каналам вот этих у нее есть это и биоматериал и у нее чувства энергии энергии радости энергии радости украл понятно радость и счастье он экспериментировал на этих чувствах он пытался прочувствовать давал ей то что есть у него омона была распятая и маялась это его энергии понятно он питался и и чувствами светлыми пытался почувствовать на себе и пять он именно пытался потому что он показывает кому трудно было понять это хорошо ящер сколько тебе лет человеческих годах непонятен вопрос если ты говоришь что человеке сидит душа она может быть осознана или нет он это понимает хорошо ждем окончания реверса готова не диктует выходи вытаскивай все что оставил биополе александры отключайся полностью возвращайся назад и доклады готовности к проверке у него получается совсем мало места было этот ящер он сверху полностью своими коричневыми вот этими энергиями забил ее почти до самого низа и у него оставался не живота где он очень давил понятно теперь она знает причина боли в животе не так и не связь понятно мы там еще и остаток инкуб добавлял хорошо сидел в самом низу ногах и кто это хорошо инкуб выходи вытаскивай все снимай все свои ленточки ошейники все что там оставил ее биополе отключайся полностью возвращайся в клетку докладывания готовности приступаем хорошо так ящер что-нибудь еще осталось от твоих подключек биополе да хорошо я даю команду на счет 3 включая внутренние белосвета александре подхожу кладу руки на плечи помогая еды столько энергии сколько необходимо и на счет 3 отключаем все что находится все что установил ящер выходит отключается и зависает перед александрой в воздухе один два три пошел свет энергия пошла я помогаю на это все выдавливает все отключаю все выходит до последнего микрона неплохо получается и на счет 3 я помогаю даю мощный импульс и мы это все выдавливаем один два три дабу и так атаки есть вышло все на него какие-то датчики у нее верни вышли подключики такие которые соединяли все это хорошо через датчики именно он пропускал чувства чтобы не переборщить хорошо все датчики все что вышло отправляется в ту же клетку где находится коробка рогатина каната сетки подожди от сетки теперь сверху чистая от сетки у нее остались еще как следы что ли и на счет 3 включая внутренний белосвет александре подхожу да и столько энергии сколько необходимо и на счет 3 она начинает выдавливать из себя все энергии которые находятся на чистоте ящера сетки канатов рогатины и коробки все это выходит мы выдавливаем это все все это в шар формируется все его энергии весь его яд все выходит дополнительно выходит энергии инкуба и энергии инзиктоид если таковы есть готово отправляем это все в ту же клетку 1 2 3 где находится коробка рогатина и так далее хорошо так я даю команду на рассинхронизацию до числового значения сто процентов не вернулись эмоции чувства готова хорошо я даю команду скэнер на контрольную проверку 1 2 3 скэнер сканирует выпаривает остаточные микроны все готово чистое да хорошо подхожу к александре кладу руки на плечи и даю импульс высокой аббрационной шоку удара и сжигая все каналы к интерферентам 1 2 3 удар отлетают каналы открывается портал в галактическое ядро и все каналы уходят на переработку чистой первичной энергией закрывая печатаю растворей готов хорошо поехали дальше так все все убрали значит тогда буду инзиктоид инкуб больше в это биополе вы никогда не придете вам это понятно понятно хорошо готова уходить инзиктоид открывается наверху портал против часовой стрелки на чистоте инзиктоида 1 2 3 инзиктоид забирает все что он с собой принес и уходит на свою чистоту закрывай опечатаю растворяй хорошо инкуб готов ходить готов открывается внизу портал против часовой стрелки на чистоте инкуба 1 2 3 инкуб забирает все что он с собой принес и уходит на свою чистоту закрывая печатаю растворяй хорошо я прошу ли выйти со мной на связь лампочка зеленая загорелась да я те тут нашел одного экземпляра 5324 ящера установил столько же мы полчаса вытаскивали 5 лет сидел все в клетке находится ваше чувство и манит как магнит да он там радость забирал биоматериал забрал очень много чего забрал мы все это назад вернули осталось него забирает хорошо все остальное уничтожим хорошо и под этим всеми артефактами этими энергиями которые в клетке находится открывается портал в галактическое ядро 1 2 3 и все это уходит на переработку в чистую первичную энергию включаем высоко вибрационные фиолетовые лучи они вытесняют за пределы комнаты остатки от интерферентов их конструкции остается кристально чистая энергия твоя моя наши комнаты диагностики и александры поехали по частотам переходим на чистоту магическое воздействие 400 и 26 на счет 3 в макушку головы александры начинает поступать 7 высоко аббрационных потоков по 400 процентов каждый 1 2 3 потоки пошли наполняет усиливает все необходимые цвета начинает поступать мощность потоков усиливается чистота и вибрации поднимается до 26 герц пошел подъем у меня такие энергии интересные первый раз такие у них как полоски такие такого цвета как штуть или олова платина идет слова платина не слышал еще таких космическая душа наверно скорее всего хорошо так синхронизируется энергия вибрации гармонизируется распределяется усваивается наиболее эффективным образом 1 2 3 хорошо и на счет 3 запускаем процесс активации идентификации души 1 2 3 хорошо ждем пока закончится синхронизация гармонизация она вообще не знает своей энергии готова понятно переходим к процессу активации пошел процесс значит у нее со всех дел сейчас вот эти вот полоски платиновые не собрались как живые как живые такой поток как ртуть вот такой и прошли снизу по всем чакрам и встали как стержень она приветствует меркалу значит знает ее расприветствует он говорит кто же не знает хорошо это межгалактическая защита абсолютно верно действует как на земле так и на всех других планетах пусть тонкая копия александр вспомнит самый счастливый момент жизни даст нам числовое значение далеко не пойду она показывает вот этот столбик и и птутный так сказать чтоб не завышался 500 она просит нормально и какая чистая вибрация 500 это эмоциональное состояние ах и поднимаем уровень эмоциональное состояние тонкой копии до значения 500 герц пошел подъем значит этот стержень не должен перегреваться хорошо как это значит холодный ум холодный ум отсутствие всяких эмоций которые могут отвлечь эмоции могут быть но они должны не должны блескиваться все равно какой то контроль нужен благодарю скорее всего куратор говорит и мы сейчас будем его приглашать итак именно поэтому не ящер был да мы знаем причем ящер я когда вижу уровень 5000 это уже сразу понятно что откуда душа для меня мы просто уже имеем какой то свой опыт хорошо синхронизируется энергия вибрация гармонизируется распределяется усваивается наиболее эффективным образом 1 2 3 как вы себя чувствуете александра она прекрасно себя чувствует вот это состояние эмоциональное на 500 она как летает то есть внутри у нее такое порхающее состояние легкое и она говорит спасибо что освободили мою душу во благо у нас еще остались вопросы к куратору сейчас будем его приглашать и я делаю запрос в энергоинформационном поле и приглашаю к нам прийти в комнату диагностики куратора александры или учителя я знаю откуда он но я не пойму кто он он как в космическом костюме в таком снимается все маски и голограммы фантом предстоит перед тобой в первозданном виде согласно своему эфирному коду ДНК мы просим представиться с кем мы имеем дело и покажите пожалуйста в том виде чтобы мы могли вас видеть общаться с вами да он первый раз поэтому он в таком виде то есть представитель этой звезды здесь первый раз поэтому нужно привыкнуть ему без проблем мы приветствуем нашей комнаты диагностики он подожди ему нужно немного время но он дает информацию он говорит что слово было произнесено интерес и намерение было послано и мы узнали про вас прослышали вы имеете ввиду нас с верой или сейчас а в этом отношении да нас многие уже знают похоже здесь действительно безопасно здесь безопасно здесь действительно безопасно и здесь уже были очень много сотни кураторов здесь были представители ну не знаю наверное всей нашей галактики он снимает он говорит что вы не представляете какая галактика большая не представляет и снимает он умеет в том плане что населенная а вот как ну нам говорил мой учитель архангел хренов что в космосе во вселенной нету ни одного свободного места в том плане чтобы там кто-то не обитал то есть действительно то есть действительно наверное она населенная и он с ним снял вот она вообще-то она хорошо снял вот космический вот как скафандр ну благодарим как нам обращаться к вам и превратилась в красивую женщину проверь ее пожалуйста снимается все маски и голограммы фантом предстоит перед тобой в первозданном виде согласно своему эфирному коду ДНК ну в ней пробежала вот эта энергия да латиновая ртутная она очень такая высокая худая как худая талия у нее очень-очень узкая и длинная какая-то я вижу да хорошо мы приветствуем как нам обращаться к вам уважаемый куратор вы куратор или учитель я куратор кураторы как вам вас зовут Монга Монга мы приветствуем вас Монга меня зовут Влад это Вера рядом стоит ваша подопечная сила своего намерения она таки попала к нам мы вытащили из нее действительно очень сильная была сущность я не думаю чтобы она сама с ней справилась этот ящер 5300 какой-то уровень он очень много в ней установил сейчас этого всего нет она чистенькая заправлена энергиями мы первый раз даже в этой комнате диагностики увидели такие энергии как Вера их описала ртутные мы еще таких никогда не видели она благодарит ее Монга благодарит Александру за то что она согласилась быть первой во-первых у нас из представителя и звезды а подожди они ее толкали потому что энергии очень сильно воровали да вы достучались до своей подопечной и она действительно попала к нам мы все это убрали сейчас у нас остались десять вопросов уважаемая Монга будете ли вы так любезны ответить на эти вопросы если вы не знаете ответа можно не отвечать если нельзя отвечать тоже можно не отвечать в общем как вы решите вы куратор а не мы поэтому я могу их просто зачитать а вы скажите или ответ или продолжать дальше если вам так удобно я рада освобождению души внутри меня огромное счастье но мы сдерживаем наши энергии а мы не сдерживаем наши бурлящие энергии да а мы не сдерживаем получаем интерферентов за это мы радуемся в глубине души это дает определенный свет нашему мастернию благодарю вас за это вступление вы позволите начинать с первого вопроса позволю итак первый вопрос кто я и откуда что значит кто я она написала так кто я может быть она хотела услышать я душа с марса или я душа с венеры или я это вопрос откуда первая половина мне непонятно первая половина пожалуйста хорошо давайте я перефразирую вопросом откуда я это будет правильно альдебаран как я уже сказала информация была запущена это слово произнесено намерение дошло до нас замечательно так вы у нас первые представили альдебарана в нашей комнате диагностики именно так мы приветствуем вас мы встречались ко многим как я уже сказал толкали ее хорошо поэтому мне было немного опасно находиться здесь в начале но сейчас я вижу этот свет и энергии в комнате я полностью доверяю вам и мы полностью представители будут приходить к вам еще я только хотел пригласить сердечно представителей альдебарана если они достучаться до своих подопечных мы всегда открыты мы всегда рады будем им помочь тем кто готов безусловно а до других вы просто и не достучитесь благодарю я вас уважаемая монга итак у нас первый вопрос отвечен второй вопрос есть ли у меня какие-либо способности много способностей может вы назовете пару пунктов она наверняка здесь ожидала какой-то список или какие-то направления как я уже сказала самое главное подбирая слово особенность это сохранение эмоций и чувств в самом глубине души я объясню как это выглядит пожалуйста пожалуйста наша душа похожа на как вы уже увидели на вашу ртуть да и по цвету и по консистенции вы можете представить это как столбик энергии внутри которого есть сердце сердце вина именно это там мы храним наши чувства и эмоции и если Александра прочувствует это вспомнит увидит будет развивать и пользовать она сможет четко управлять этими энергиями и чувствовать их по всему телу в руках ногах голове гармония должна быть полностью во всем теле после этого у нее откроется очень много способностей так как ее энергия будет распределена правильно и эмоции сохранены правильно чувства это то что у нас есть они есть сердце нашей энергии их нужно понимать мы закончили да благодарю вас уважаемая монга вы ни слова не сказали о стержне который в ней еще находится с родными энергиями это и есть стержень это и есть стержень это и есть стержень это и есть сердцевина стержня она немного светлее по цвету теперь я вас понял благодарю вас я ж увидел ее если вы правильно распределяете ее. Гармонично. Если вы понимаете, о чем я говорю, я говорю про Александру. Да. Только в этом случае вы переходите на другой уровень осознанности и принятия энергии. Только тогда открываются другие возможности. Эти законы действуют. Я не знаю, ну, все кураторы повторяют одно и то же. Это действительно закон, и он действует во всей Вселенной, я так полагаю. Повтори, пожалуйста, вопрос. Вопрос ее был следующим образом. Есть ли у нее какие-то способности? Я не хочу перепрыгивать в момент просыпания души, он намного важнее способности посыпаться одна за другой после того, как Александр прочувствует свою душу. то есть стержень сердцевиной научится гармонично распределять по всему телу, физическому и энергетическим телам. И только тогда будет протоптана дорога к возможностям. Не перепрыгивайте. Нет, нет. Самый главный страх. Конечно. Здесь надо гармонично, постепенно развиваться, потому что можно сделать какую-то ошибку и потом за нее поплатиться. Я благодарю вас, уважаемая Монга, если вы позволите переходить к следующему вопросу. Да. Он касается вас. Могу ли я общаться с моим куратором вне данного сеанса и каким образом? Как я уже сказала, самая главная душа, которая должна проснуться. Только после этого сердцевина дает определенный свет и энергии, через которые мы можем общаться. Этот свет может выходить из любой точки твоего тела, как светящиеся лучи. Это самые сильные энергии, которые у нее есть. родные энергии. Откуда она пришла? Простым лучом ты можешь соединяться со мной. Я буду слышать тебя, но услышали ты меня до просыпания души. Ты можешь не услышать меня. Мы как раз обучаем этому всему. Я могу только дать совет. Это все делается в самогипнозе, в глубокой медитации. Но здесь необходимо иметь небольшой опыт практики. И от себя могу добавить первое, кого услышит, если контакт будет установлен Александра, это будет ее куратор Монго. Правильно. И она не должна анализировать эти ответы, а воспринимать эту информацию. Вопросы лучше задавать короткие, для того, чтобы можно было коротко отвечать. Потому что вначале очень трудно будет полными предложениями получать эту информацию. Но мы все проходим этот путь, уважаемая Монго, поэтому если другие справляются и она справится с этим, было бы желание. Самое простое. Самый простой вариант, который есть, безусловно. Благодарю вас. Мы можем переходить дальше, или вы хотели что-то добавить? Хорошо. Итак, мы еще будем много раз возвращаться, читая вопросы, к этому, то, что вы только что говорили насчет стержней своих энергий. Хорошо, здесь мы переходим к материальному вопросу. Я говорил, что куратора интересует только духовный рост души, но вот ее беспокоит такой вопрос. Итак, четвертый вопрос. На работе обесценивание труда, знаний и маленькая зарплата. Все как в семье, когда я была ребенком. Как мне прекратить эту ситуацию? Изменить себя и свои привычки. Абсолютно верно. Ты продолжаешь мыслить стереотипно, продолжаешь получать соответствующие твоим мыслям результаты. Иными словами, мы притягиваем в себе то, что мы посылаем. То, что мы знаем. Мы не выходим, вы не выходите за рамки знаний, которые вам дали. То есть это обратное от слова развития. Наоборот, наверное, какой-то простой. Если можно так. Самая большая ошибка в вашей жизни делать одно и то же всю жизнь. И не искать других знаний. И я тут хочу дополнить, что это один из таких важных пунктов, когда душа набирает темную энергию, это отказ души от развития, когда она совсем согласна, когда она все приняла и не хочет больше ничем развиваться, ничего. Это начало конца. Если позволите от себя добавить такое замечание, мы встречали такие души, и они были очень страшно поражены всякого рода интерферентами, потому что они просто перестали бороться. Ничего нового не попробовали, ничего нового не получили. На сегодняшний день у вас много знаний на земле. Верно, абсолютно верно. Благодарю вас. Но чтобы обращаться к этим знаниям, вы должны разжечь костер внутри себя, разводить душ. И когда она проснется, тогда мы притянем этой энергией, безусловно, опять-таки, что мы посылаем, то мы получаем, посылаем радость, мы притянем к себе того человека, который нас делает. Просыпается душа только с развитием и осознанностью. А чтобы пройти этот путь, нужно получать определенную информацию, учиться, видеть знаки и много еще чего. Безусловно, скажите, Монго, это только на земле или это во всей галактике? Или во всей вселенной этот закон? Во всей вселенной души учатся и переходят на определенный уровень выжды и выжды. Как интересно. Благодарю вас. Получая знания, получая опыт. Как интересно. Какая у вас интересная работа, Мона. Благодарю, Монго, благодарю вас. Если вы позволите, я буду тогда продолжать дальше с вопросами, которые, возможно, вы только знаете ответ. Пятый вопрос, она даже не ставит вопросительный знак, она просто пишет живу не своей жизнью, как мне раскрыть свою жизнь и финансы. Я не могу сказать про финансы, но первая половина вопроса мне понятна. И, по-моему, я уже ответила, что нужно раскрыть. Себя и свою душу и свой стержень. без этого будет катиться жизнь по определенной дорожке. Посмотри сюда. Я покажу на примере рельсов. Возьми ртуть. Если вы так видите, наши энергии, они действительно похожи. представь ртутный шарик, который катится по рельсам. Вот так будет направлена твоя жизнь. Отличная визуализация. Я увидел сейчас. И если ты не приснешься и не разбудишь твои энергии и сердце вину, ты начнешь разбираться, развиваться. Своей осознанностью ты сможешь пройти с этих рельсов, подняться над ними и увидеть, что мир намного больше, чем мы представляем его в каждодневной суете. Но начинать надо с тебя. Я закончила. Я благодарю вас, Монго. Я перехожу с вашего разрешения к следующим вопросам. Шестой вопрос. Встречу ли я своего мужчину и будет ли у меня семья? Секунду. Мужчина, которого бы ты хотела, не придет на вибрации, которые у тебя на сегодняшний день. Мужчина твоей мечты притянется лишь на свет, который ты разбудишь внутри себя. До этого момента будет интерес к тебе и у тебя. Но это все будет не то. Я закончила. Все взаимосвязано. Мы об этом уже говорили. Благодарю вас, уважаемая Монго. Я перехожу с вашего разрешения к следующему вопросу. Этот вопрос, в принципе, то, о чем вы говорили все эти шесть вопросов до этого. Что мне делать для раскрытия своего духовного потенциала не останавливаться и расти? Для начала сесть в тюрьме, заглянуть вглубь себя, поздороваться своей душой, со своей энергией, представить, как она выглядит, представить, как она растекается по телу, исцеляя тебя, стержень и сердцевина. Я повторюсь, это чувства и эмоции, которые нужно держать в чистоте. Они окружены энергиями Альдварана, этой прекрасной звезды. Это самое первое, с чего ты должна начать. А дальнейшие шаги будут открываться и по мере ее роста. Она должна начать с этого. Я уже говорила, я не могу перепрыгивать. Нет, 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 конечно. Вы сказали следующий шаг, который она должна сделать, и давайте дождемся, пусть она его сделает, а потом пойдет следующий совет. Я так полагаю. Именно так. Да. Если я перепрыгну, следствие будет нарушено последовательность. Последовательность. Да, я слышу. Все, благодарим вас. Значит, с этим вопросом все понятно. Мы получили ответ, который нас удовлетворяет. Благодарю вас, уважаемая Монга. Я перехожу к восьмому вопросу. Как распознавать интерферентов и как с ними бороться? Чтобы их распознавать, нужно иметь тонкую интуицию, чувствительность и знания. Могу только подтвердить с нашей стороны. Благодарю вас, уважаемая Монга. Если ты это все имеешь, то ты сразу поймешь, как с ними бороться. Да, я бы хотела добавить, что самое лучшее это держать в чистоте свои тела и не допускать интерферентов, защищая свои энергии и показывая им свою силу, намерения и знания, кто ты. Все верно. Так и есть. Только этот язык они понимают. Благодарю вас. Вы закончили или вы хотели добавить что-то? Я хочу добавить. Пожалуйста. Они знают, кто ты, а ты не знаешь, кто ты. Именно поэтому они приходят и пожирают чистой энергии. Защищай свои энергии. нельзя бесцельно раздавать свои энергии. Мы читали сегодня манифест. Там были такие слова, я беру ответственность за все свои энергии, осознанные или неосознанные. Это значит... Прекрасные слова. Абсолютно верно. Они помогут укрепить намерение веры в себя. Пусть читает манифест, он ей поможет в будущем. Переходим дальше, уважаемая Монга. Благодарю вас. Девятый вопрос ее интересует болезнь ее. Как убрать болезнь? Я не знаю, знаете ли вы нашу анатомию и наши болезни? Я не буду отдаваться в болезни, и я лишь скажу, что физическое тело хочет перерыв и чистку. Чистота тела позволяет избавить от многих болезней, дает органам отдых. перезагрузку. Позвольте уточнить, вы сейчас говорите о какой-то физическом теле. Правильно, о диете? Я не могу произносить эти слова. Я не живу в вашем физическом теле, я лишь говорю о чистоте. Александра должна понимать, что такая чистота физического тела. диета, голод, очищение. Можно назвать и перевести разные слова, но я не могу советовать, что Александре выбрать, я лишь говорю, что очистит физическое тело. Благодарю вас. Я просто уточнил этот вопрос, чтобы она это поняла правильно. И, конечно же, не забывайте про энергии, которые могут излечать. Если им осознанно пользоваться и направлять их в те места, где болит. Правильно. Это нам все близко, Монго. Благодарю вас. Я перехожу к последнему десятому вопросу. Он немножко длинный. как мне можно проводить диагностику своего здоровья и как помогать себе, когда что-то болит. Это мы об этом говорили. Может быть, есть определенный мой лечебный цвет или звук в сочетании с распределением по телу, который мне поможет восстановить орган или состояние организма. Мы только что говорили об этом. Это есть ее энергия. Вес Тершин. Я уже рассказывала, как он выглядит. Если ты сможешь его представить, представить, как энергия течет по твоим телам, как вены, гармонично и равномерно, задержи эти энергии в таком положении на некоторое время, но без того, что ты прочувствуешь, находясь в гармонии эти энергии, это не поможет. Поэтому я уже говорила раньше, познакомься сама с собой. Для начала со своей душой поздоровайся, услышь ее. Когда она ответит, ты сможешь разберять ее до до границ и за границей твоего тела и излечать и работать своими энергиями после того, как ты услышишь ответы внутри себя. Я говорю про энергетические исцеления, про физические, я уже сказала. благодарю, что вы слышали. Благодарим и вас, уважаемая Монга. Если вы хотите активировать ее энергии сейчас или дать еще какой-то совет ей от себя лично, это был бы самый лучший момент. Энергии активированы с самого начала. Отлично. Уважаемая Монга, у нас есть очень добрая традиция, возможно, на Альдебаране еще пока не знают, но все кураторы, все учителя, которые к нам приходят в комнату диагностики, всегда получают от нас определенный подарок. Хоть вы свои эмоции сдерживаете, позвольте вам преподнести от нас, Верочка, в твоих руках появляется большая корзинка с самыми вкусными и самыми спелыми ягодами, которые только есть на земле. Один, два, три. Мы бы хотели, это единственный продукт, который у нас на земле остался, экологически чистый, мы бы хотели передать вам с наилучшим пожеланием, чтобы вы это взяли на свою звезду Альдебаран и пустите энергии присутствует и у вас и доставляет вам радость. Будете любезны принять этот скромный подарок? Я не ожидала подарков здесь на земле и мне это приятно. Я лишь хочу подправить тебя. Мы не сдерживаем свои эмоции, мы храним их в сердцевине, они раскрываются там внутри даря нам свет. Ты можешь видеть этот свет внутри меня сейчас. Он не выходит сопртелы. Он остается в рамках, вы не делаете всплесков нет. и дает свет, определенный свет сердцевины. Сейчас у меня вы можете видеть радость, которая сияет внутри меня подлиннее всего моего стержня. Замечательно. Но он не красный, как у многих других, выходящих за пределы. От перевозбуждения мы говорим. Он находится внутри стержня и никак не влияет на мои решения и мысли. Вам ваши эмоции не мешают. Вы находитесь в своей золотой середине. Я понял. Именно так. Благодарю тебя. Это золотая сердцевина. Да. Так и есть. Вы в ней находитесь. Я вижу, вам немножко не хватает наших земных слов. Но я чувствую то, что вы хотели сказать. Поэтому я это просто озвучил с вашего разрешения. Уважаемая Монга, нам доставило огромное удовольствие. хороший запас. Хороший? Вы были на земле, жили? Нет. Хорошо. Но я изучала землю. Вот вам кусочек земли. по сравнению с другими у меня хороший запас слов. Вы великолепно говорите. Великолепно говорите. И очень понятно, и очень доступно. И кроме того, мы видим перед собой очень квалифицированного куратора. Нам очень приятно всегда слушать такие советы, потому что эта информация относится действительно ко всем людям на земле. Все, кто хочет развиться, должны работать над собой. Именно это вы сегодня и подчеркнули. указали первый шаг, намекнули на то, что второй шаг получите, тогда, когда первый сделаете. Все абсолютно верно. Я очень благодарен вам. Последовательность должна быть. в действиях и решениях принятия их. Всему надо свое время. Благодарю вас. Благодарю я вас, уважаемая Монга. Наилучшие пожелания передать. что приняли меня здесь и приняли представители. Мы ждем всех представителей Альдебарана, до которых достучитесь, как я вам и сказал, и от нас искренне от всего сердца привет Альдебарану. Я знаю, что вы говорите низкий поклон. Говорим, говорим, да, низкий поклон. Есть такое. Я бы так хотела закончить нашу встречу. На этом и закончим. Благодарю вас. Я думаю, что это большая благодарность выражается низким поклоном. Так и есть. Или мы еще говорим от всего сердца. мы защищаем нашу душу и сердце, поэтому мы не используем такие выражения. Дело в том, что все, что мы произносим или передаем телепатически, моментально визуализируется, поэтому мы не можем говорить такие слова. Иными словами мы бы отдали часть души или сердца, что непозволительно в нашем случае. Вы очень сейчас доступно мне объяснили, я сам понял, этот свой вопрос, который я вам задал, но совсем по-другому. Абсолютно верно. Вы правы. Вы правы. Можно действительно неправильно визуализации сделать очень много ошибок. одержа свои эмоции и контролируя каждую свою мысль и каждую свою визуализацию, мы в состоянии только держать контроль над тем, что происходит вокруг нас. Благодарю за понимание. Благодарю я вас. Монго, до скорой встречи. Я не прощаюсь. У нас нет привычки прощаться. До скорой встречи. До скорой встречи. И рассинхронизируйся. Верочка, вы приятный куратор. Готово. Александра, как вы себя чувствуете после разговора с вашим куратором? У меня слезы идут, она чувствует внутри сердцевину и стержень. Замечательно. Замечательно. Работайте над собой, и все у вас будет хорошо. Хорошо, Верочка, мы закончили свою работу и будем возвращать тогда Александру назад в ее биоробот. Мы ничего не забыли? А слезы у нее чистоты. Конечно. И знаний, которые она получила. И будет получать дальше. Пусть развивается и работает над собой. Это только начало пути. захочет больше, пусть учится. Мы ничего не забыли. Отлично. Хорошо. И для усвоения энергии и вибрации возвращаем тонкую копию Александры в систему биоробот-душа. Заводим, подключаем ее к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Хорошо. Но у него вот эти энергии сейчас стержень, он также зашел во всем чакрам, так же, как в комнате диагностики делал, только теперь физическое тело и стал стержнем внутри, сердцевиной в нем. И энергии наполнили сейчас ее тело полностью. Закончили? Да. И отключаемся от Александры и поднимайся в комнате диагностики. 1, 2, 3. Пошел подъем. Да, я на месте. Продолжение следует...